Всем привет, дорогие друзья! Это xbt.com и передача xbt.live И сегодня у нас передача, можно сказать, о виртуальной реальности на примере очков виртуальной реальности Hyper Virtual Reality Glasses Hyper VRP Я, наверное, недостаточно страшно это сказал, но тем не менее Это не совсем обычные очки, у них есть одна очень-очень интересная особенность Какая? Смотрим дальше Ну, давайте посмотрим, что же у нас тут такого интересного есть в этой коробке Hyper Virtual Reality Glasses Hyper VRP Коробка обычная, картонная, ничего особенного в ней нету Но есть важные характеристики 42-миллиметровые оптические акриловые линзы Интересно, а не оптические линзы-то вообще бывают? Размеры и вес 300 грамм Это достаточно легкие очки виртуальной реальности Видите, вот здесь вот такая вот черная наклеечка, которая когда-то была красивой Здесь было написано Games by Fibroom Insight Я порвал эту наклеечку, потому что я наклеечки ненавижу, шучу, но потому что мне просто пришлось эту коробку открыть Для того, чтобы ее исследовать перед тем, как вам что-то рассказывать Но я вас уверяю, что все, что нужно, внутри осталось Итак, во-первых, очки виртуальной реальности сами по себе И давайте отложим их в сторону Да, меня тоже всегда бесит, когда так делают, но придется, придется, придется Что здесь еще у нас интересного? Микрофибра Можно что-нибудь протирать Что угодно Полезная штука Всегда пригодится в хозяйстве Инструкция про очки виртуальной реальности Как будто кто-то их вообще когда-то читает Все эти инструкции, но тем не менее, по крайней мере, маленькая Можно сразу выбросить И что самое интересное, это билет в виртуальную реальность Hyper Бесплатная подписка на Fibroom Premium Club Всего на две недели, но тем не менее, эта штука позволит вам сэкономить много-много денег И обычно ее кладут в комплект с исключительно очками виртуальной реальности, которые стоят сильно дороже Ну ладно, давайте отложим всякую документацию, пусть она им полезная И посмотрим на сами очки Вот так вот они выглядят Здесь есть растягивающиеся ремешки, чтобы закреплять на верхней думающей части туловища Попросту говоря, на голове Спереди у нас вот такая вот пластиковая крышка с двумя отверстиями Обратите внимание на них, зачем они нужны Если вы ставите сюда телефон и включаете какую-нибудь игру с дополненной реальностью, а не с виртуальной То камера телефона может выглядывать из вот этого отверстия и нормально что-то снимать То есть можно играть еще и в игры с дополненной реальностью Дальше Смартфон устанавливается вот сюда Максимальный размер смартфона это 6 дюймов, а минимальный 4,5 Ну наверное что-то еще можно приколхозить, но не очень вам это рекомендую Смартфон держится крепко, никуда не отваливается Это хорошо, потому что потерять смартфон во время игры Знаете ли, не самое большое удовольствие Все крепко Вот эти оптические линзы Как я уже говорил, не знаю как выглядят линзы неоптически Самая главная фишка у этих, то что они регулируются раздельно Видите, вот сейчас вот покрутим Вот, можно выдвинуть линзу вперед Только одну, то есть если у вас на глазах разные диоптрии То вы можете подрегулировать под себя Это бывает далеко не во всех очках виртуальной реальности А вот регулировка межглазного расстояния здесь сделана, на мой взгляд, как-то не совсем удобно А точнее говоря, не совсем очевидно Видите, я даже сначала попытался залезть внутрь очков и порегулировать изнутри Но нет Вот, я доснял специально Видите, вот так вот можно еще регулировать межглазное расстояние Ну, кто бы мог догадаться Инструкции этого нет Но я для вас вот видеоинструкцию сделал Что у нас еще здесь интересного Вот такая вот съемная мягкая штука Которая прилегает к вашей голове И которую при желании можно отдельно от очков помыть, постирать Ну, или что-то с ней еще сделать В общем, на этом вроде с очками виртуальной реальности все Ну, и настал самый интересный момент Когда мы устанавливаем смартфон в очки виртуальной реальности И начинаем игру Я возьмусь за мою любимую игру Про зомби, в которых нужно стрелять Дело в том, что я очень люблю зомби Но странную любовью Вот поставил сюда телефон Держится телефон крепко И надеваю очки на голову И ухожу куда-то стрелять в зомби Так, надо сначала подрегулировать, чтобы все стало четко Ага, автомат Калашникова Пожалуй, мне пригодится А это что? Это я не знаю Я так плохо разбираюсь в оружии Что, наверное Что это просто какой-то мой антиталант Так, есть какая-то схема Метро Кстати, очень похожая на московскую схему в метро У нас в Москве в метро, знаете ли, бывают всевозможные зомби И с ними нужно Глаз да глаз Ага, вот Стрелять куда-то совершенно не нужно То есть мне нужно просто поворачиваться в сторону зомби Где они тут бегают за мной? Я хочу выстрелить в бочку Почему нету этой степени интерактивности? Да потому что игра вся находится в сотовом телефоне Вообще, мне кажется, что раньше о таком и мечтать было нельзя Слушайте, реально игра в сотовом телефоне Я помню, когда я в первый Doom начинал играть Мне казалось, что как здорово Но Так, что это на меня едет? Это поезд? Нет, это зомби Это человек Нет, это зомби Умри Еще Так Они пытаются... Так что ж такое? Они пытаются напасть на меня Так Обойдем Все это... В общем, да, так можно развлекаться, пожалуй, долго Я бы не отказался еще и от геймпада Впрочем, о играх в виртуальности с помощью геймпада 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 Я оговорился Мы поговорим немножечко попозже Ну, наверное, в каком-нибудь следующем видео Потому что это правда интересно Так, я убью парочку зомби напоследок Есть Есть Вот такие очки получились у компании Hyper На мой взгляд, их цена вполне соответствует качеству исполнения Использованным материалом, дополнительным фишкам Ну и, конечно же, не стоит забывать про бонус от Fibrom Самую актуальную цену вы всегда можете посмотреть внизу, пройдя по ссылке Ну и также читайте текстовую версию обзора Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал У нас много чего интересного Ну и ставьте лайк к видео А! Вспомнил? Обязательно расскажите, как вам эти очки виртуальной реальности Hyper И имеет ли смысл вообще виртуальная реальность как таковая Это был ixbt.com и передача ixbt.life Пока! Субтитры сделал DimaTorzok